МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости. Здравствуйте! Сегодня в программе. От бесплатного лечения северян в клинике Елизарова до поставки на Ямал утепленных автобусов Традиционно менялись вопросами по технике. Губернаторы Янау и Курганская область обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Снежная осень. Справляются ли дорожники и коммунальщики с расчисткой дворов, дорог и тротуаров? Этот вопрос сегодня пешеходам и водителям задавала наш корреспондент Анастасия Голанова. Покажем и расскажем, что ей ответили. Самые колоритные павильоны выставки достижений России в Москве. Самые вкусные блюда кулинарного мастер-класса в Тазовском. А еще существует ли улица Котяткина в районном центре? И какая из существующих была названа самой первой? О важном и интересном в программе. Губернаторы Ямал-Ниньского автономного округа и Курганской области Дмитрий Артюхов и Вадим Шумков обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Соглашение о сотрудничестве между Ямалом и Курганом действует пять лет. Оно охватывает все сферы общественной жизни – спорт, образование, социальную защиту, медицину, АПК, транспорт, молодежную политику. Десятки объектов. Социальные фростуры в основном – это детские объекты, детские загородные летние лагеря, школы, детские сады, коммунальные фростуры. Огромное количество блочных модулей, котельных для газификации Курганской области – это все деньги Ямала-Ниньского округа. И мы благодарим коллег сегодня, здесь, сейчас, потому что без этих денег нам было бы очень тяжело. Очень большой пласт работы сделан. Хочу поблагодарить Вадима Михайловича. Очень профессиональная работа здесь поставлена. Очень легко наша команда находит общий язык, потому что делаем во благо наших жителей – Кургана, Ямала. С одной стороны, далеко друг от друга, с другой стороны, исторически мы очень связаны. Жители области всегда были надежными помощниками в развитии севера. Север строился всей страной, но, конечно, ближайшие регионы – наши, Уральские, Западно-Сибирские – в первую очередь приходили на помощь. Арктический регион помог отремонтировать в Курганской области 123 социальных объекта. В ходе встречи главы регионов обсудили планы на будущее. В частности, речь шла о закупке транспорта для Ямала, автобусов, специальной пожарной и коммунальной техники. Традиционно менялись вопросами по технике на Курганской земле. Разные нужные для нашей жизни виды продукции производятся – это и автобусы школьные, общегородские. Это специальная техника в Аргашах по линии пожарной безопасности. У нас уже за эти годы многолетнего есть опыт, но и за последние годы мы приобретали эту технику. Она себя хорошо в целом показывает. Обсудили с главой региона, как ее надо усилить. Мы все-таки северный регион. Вот коллеги сейчас говорили, что если какие-то узлы делать надежнее, потому что у нас редко, но бывают совсем экстремальные температуры, здесь, если производитель будет гарантировать, что и в минус 40, и в минус 45 это все будет работать, для нас это будет еще дополнительный аргумент, почему это нужно сделать. Радует, что Вадим Михайлович поделился, как предприятия развиваются. Понятно, что сегодня хороший рост промышленности здесь. Это означает, что у предприятий есть возможность наши запросы услышать. Мы их сейчас сформулируем дополнительно и уверен, что также найдем понимание. Ямал приобрел 19 автобусов и 7 единиц дорожной техники, 10 вездеходов в Бурлак для отдаленных населенных пунктов. Налаженный двусторонний товарооборот в регион поставляется продукция курганских мясокомбинатов. В Курган – ямальские рыбные консервы. С 2016 года на курганском мясокомбинате перерабатывается ямальская оленина. Тушенка под брендом «Традиции Севера» продается по всей стране, в том числе на Ямале. Также одно из перспективных направлений сотрудничества – молодежная политика и детский отдых. Большой популярностью у северян пользуются медицинские услуги в известной на весь мир клинике ортопедийца. В центре имени академика Элизарова. За три года в нем прошли бесплатное лечение. 1534 ямальцы затраты на проезд покрывают округ. Накануне передвижная резиденция главного волшебника страны прибыла на Ямал. На паровозной тяге Дед Мороз путешествует по городам России. В нашем регионе первая остановка Лабытнанги. Сказочный поезд из девяти специально оборудованных вагонов, по ним проводят детские экскурсии, проедет по стране больше 32 тысяч километров. В Тазовском районе мороз не волшебный, а вполне себе настоящий плюс. Метели и гололедица. Накануне они стали причиной временного ограничения движения на загородных трассах. Тема актуальна. Глава района Виктор Югаев, посте в социальной сети ВКонтакте, написал, что, далее цитата, «нельзя допускать ситуации, когда по тротуарам невозможно пройти с детской коляской, а игровая площадка во дворе засыпана снегом». Ежедневно в поселке на уборке дорог от снега задействованы от 8 до 15 единиц спецтехники. Справляются ли дорожники и коммунальщики? Этот вопрос сегодня пешеходам и водителям задавала наш корреспондент Анастасия Голанова. И вот что ей ответили. «Очень хорошо, нам нравится. Немножко скользковато, но песочком посыпали сразу. На работу шла удобно. Я пешком хожу». «Каждый день чистят, конечно, посыпают, катаются люди. По утрам идешь, уже дорожки очищены. Ну и работают трактора, очищают дорогу». «В целом, да, хорошо чистят, благополучно. Смотрю, Тазовский у нас поменялся в целом. Более работников много стало, смотрю. Во дворах тоже чище, кстати, у нас. Вот я где проживаю, каждое утро я заметила. На самом деле я вот это видела». «Замечательно. Буквально два дня назад мы вернулись, была метель, но по дороге было можно ехать. Неплохо сейчас. Если сравнивать с тем, что было раньше, гораздо лучше. Мне показалось так, что не было переметов. Перед нами машины проезжали, чистили, все хорошо было». «Автомобильные дороги, трактор проезжает и все. Чистили бы вот тротуары, где люди ходят в основном». «Очень хорошо. Утром просыпаемся рано, выезжаем, но уже дороги почищены. Технику видно с небоуборочной дороги. Это очень здорово. Никаких проблем с выездом, с подъездов нет». «Во дворах вот не очень. Вот у меня во дворе на Ленина-1 практически вообще не чистят. Там столько замело, сугробов. И не заехать, и не выехать». «Вон вроде все видно по качеству. Вроде нормально, да, очищают. Посмотрите, с самого утра вроде эти мини-экскаваторы очищают дороги, да. Вчера ночью было все заменено, когда все это пурга. Сегодня утром чисто, красиво». «Ну, чистит хорошо». «Мне устраивает. У меня машина, видите, большая, так что. Надо спрашивать, у кого легковушки маленькие». «Да. Даже сыпает песок, сыпают, хорошо чистят». «Да, на мой взгляд, вот в последнее время, да, и метели были, да, и позавчера. Дороги качественно чистят. И тротуары, и дороги. То есть ездить приятно». «Нормально чистит, хорошо, все нормально». К теме социальной поддержки. На Ямале около 800 инвалидов и их сопровождающих воспользовались компенсацией за проезд. «У нас на Ямале установлены достаточно широкие перечень мер социальной поддержки для инвалидов различных категорий. Эти меры соцподдержки установлены дополнительно к основным, которые установлены на уровне федеральной. Мы на регионе предоставляем такие меры поддержки, как проезд для инвалидов герм-категории, инвалидов с детства, для семей, имеющих ребенка-инвалидов». Взрослым и детям с инвалидностью, а также их сопровождающим полностью возместили расходы за проезд по России, а также к месту проведения медико-социальной экспертизы по территории Ямала. Для получения компенсации следует обратиться с заявлением, проездными документами через госуслуги МФЦ или направить их в адрес органа социальной защиты населения. «Расходы за поездку по России возмещаются по кратчайшему пути следования из округа и обратно на любом виде транспорта, кроме такси». «Единственное, что периодичность этого права не у всех ежегодная. Например, у семьи, имеющей ребенка-инвалидов, это ежегодно. Если это инвалид с детства, не работающий, то дождает раз в два года. Но при этом оплата идет и сопровождающему лицу, и самому инвалиду». На Ямале для людей с инвалидностью есть ряд выплат и льгот. Это компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг, материальная помощь к Международному дню инвалидов, льготный проездной билет на пассажирский транспорт, ежемесячные выплаты в зависимости от жизненной ситуации и другие. Информация для тех, кто уже задумался, что приготовить на Новый год. В России должны подешеветь горбуша и красный экран. Росреболовство отчиталось об удачной путине. Рыбы много, и в ведомстве надеются, что ритейлеры отреагируют и снизят цены. Ну а пока россияне приятно удивляются на выставке достижений в Москве. Сахалин, например, разместил у себя на стенде гигантского краба, а представители Камчатки дарят гостям кусочек вулкана. На выставке побывали наши коллеги из Тюмени. Все самое интересное в их репортаже. Все эти люди готовятся отправиться на Камчатку. Для этого им не нужно лететь 9 часов. На выставке есть специальный телепорт. Достаточно шагнуть внутрь, и можно любоваться рассветами Дальнего Востока. Бесплатно. Да, вообще, я честно очень сильно удивлена, что вообще такое возможно. Но это только начало путешествия. Гостей отправляют к действующим вулканам, а после дарят на память настоящий кусочек лавы. Все, возьмите, пожалуйста, на удачу. Ой, спасибо. У нас здесь вулканическая лава, застывшая. Вулкан Толбачик разливался в 2008 году. Если честно, это очень похоже на какие-то шоколадные конфеты. Люди зубы не ломали? Мужчина попробовал один раз, взял несколько штучек. Я говорю, мужчина, это у нас вулканическая лава. Он такой, да? И продолжил ее жевать. Каждый регион показывает свои достижения. Архангельская область предлагает гостям отправиться на глубину. Эта подводная лодка 30 лет может находиться в подводном положении. 30 лет может длиться боевой поход без плыти. Уникальное, да? Омская область вообще всех желающих отправляет в космос. Вот на такой огромной ракете. Реакция какая самая необычная? Вау! Видите, какая очередь? Это маленькая очередь. Обычно у нас огромная толпа. Все хотят оказаться космонавтами, полетать. В Амурской области гостям предлагают зарядить мобильные телефоны. Но для этого придется в буквальном смысле побегать. Энергию нужно вырабатывать самим. Дело в том, что в Амурской области расположены три крупных ГЭС. Это Зийская, Бурейская и Нижнебурейская. И вот здесь мы предлагаем всем посетителям стенда попробовать себя, попробовать зарядить сотовый телефон, выработать электроэнергию и сравнить ее с той энергией, которую за это время вырабатывают крупнейшие ГЭС Амурской области. Сколько процентов зарядили уже? Два процента. Но, кажется, калорий потратил больше. А вот Орловская область показывает самое удивительное животное своего региона. Вот такого зубра Гоша каждому гостю дарит щедрую порцию ласки. Очень приятно. От Перми до Сахалина всего несколько шагов по задумке. Всю Россию можно обойти за день. Правда, уже в первый день гости обнаружили, чтобы посмотреть все достижения страны. Не хватит и недели. Возможно, поэтому выставка будет работать до середины апреля. Зубр Гоша к таким масштабным гастролям готов. Я думаю, что он стоически будет все переносить и дарить всем удачу. Да, до апреля доживет. Обязательно, как и все мы. Чтобы попробовать самые вкусные блюда народов России, жителям Тазовского даже не пришлось никуда ехать. В районном Доме культуры прошел гастрономический мастер-класс. Наша съемочная группа посетила все тематические подворья. Здравствуйте. Какая у вас кухня? Хвастайтесь, показывайте. У нас сегодня кухня татарская, национальная кухня. Представляем баурсаки, чак-чак, чебуреки, пирожки и татарские большие пельмени. В чем душа татарской кухни? Стрепня, конечно. Стрепня полная, чтобы с мясом было. Ну и сладости, конечно. Как чак-чак и баурсаки. Если татара характеризовать одним словом, какое это слово будет? Гостеприимный. Скажите, какую кухню представляете, чему будете людей сегодня учить? Я представляю армянскую кухню и приготовим мы сегодня толму. Можете показать, как? Да, конечно. Толма – это мясное блюдо. Готовится фарш. Можно свинину, можно говядину, можно смесь. Обязательно нужно добавить зелень. Это кинза, базилик, также специи паприка, аджика. Ну, аджика – это на любителя, то есть это уже наша разновидность толмы. Лук и рис. Мы живем в России и хотим сохранить нашу культуру. Сегодня у меня мастер-класс называется «Северный десерт модику». Это, получается, у нас входят ягоды голубика, брусника, клюква, бывает еще мороженка. Мы в тундре всегда делаем такой десерт, потому что это очень вкусно. В тундре у нас всегда есть сгушенка. И когда ягодная пора, мы всегда собираем ягоду и делаем такой десерт. Это очень вкусно. Мы, Рутулы, проживаем высоко в горах, на границе с Азербайджаном. И у нас, естественно, блюда в основном из теста, из зелени, творога. То, что у нас мы занимаемся животноводствами. Много молока, сыра. И в основном у нас блюда из теста, творога, зелени. Скажите, пожалуйста, что сегодня показываете, чем угощаете? Я сегодня... Можно по-киргизски говорить или по-русски? Можно. Желательно по-русски, я не знаю, киргизский. Чем угощаете? Я сегодня угощаю наше национальное блюдо. Вот эти борсок, борсок называется. Там жир растительный, и мука, и соль, все. И второе. Пожалуйста, это манты с твыква и одну манты. И это макаем сметаной и кушаем. Это называется уромо. Там готовим уромо, там картошку и морковку. Больше ничего не надо. И здесь называется бешпармак. У нас бешпармак основной очень деликатес, которые гости, которые есть, вот эти гости, когда придет, мы готовим конинный, называется это... Чучук называется, ну, этого, национальный. Тесто и мясо говядина. Вот, еще. Это тоже манты сделаем с тыквы. Вот так, они... Сколько готовили? Сколько... Вот это время мне. Я готовлю вчера 4-5 часов после работы я сделали. Наше морейское блюдо называется подкоголя. Из творога с картошкой и лук, обжаренный на сливочном масле. Расскажите, в чем душа вашей национальности, в чем душа вашего народа? Ну, доброта, скорее всего. Мы очень гостеприимные и очень любим всех угощать блинами. Вот, посмотрите, вареники подкоголя у нас называются. И очень много у нас разных других национальных блюд. Здравствуйте. Чем угощаете сегодня? Здравствуйте. Угощаю сегодня с чуду. Название одно, а разновидности разные. Есть картошка с мясом, сладкая тыква. Есть, как бы, с обжаркой с луком, с мясом и с картофелем. И все она томилась в топленом масле. Скажите, пожалуйста, чем уникальна эта кухня? Чем она интересна для вас? Интересно оно то, что идет с повеки веков от наших бабушек. Это все, как бы, осталось от них нам. А вас кто учил это готовить? Мама, скорее всего. От мамы к бабушке. Бабушка маму учила, а от мамы мне даже. Как бы, я от нее научилась. Если охарактеризовать вашу национальность всего одним словом, и ваш народ, какое это слово будет? Слово «Гордость нации». Районный дом культуры, второй этаж. Сегодня здесь расположились восемь подворий. Национальную кухню представляют русские, киргизы, марийцы и татары, армяне и дагестанцы, ненцы и рутулы. У большинства на столе минимум по три-четыре блюда. Все народные. Ровно такие же ели только на праздники или, наоборот, ежедневно, только после тяжелого рабочего дня. И десять, и сто десять лет назад. И сегодня всежелающие могут не просто попробовать на вкус марийские вареники, дагестанские чуду, киргизские манты или армянскую долму, но и самостоятельно все смешать, раскатать, слепить. Попробовать мне не удалось, но манты, женщина рассказывала прям профессионально, как они готовятся. И там на выставке были манты с тыквой. Я знаю, что это очень вкусно, но возникло такое желание поучиться и хлепить, потому что сама не умею. Но мне повезло, у меня сноха умеет. Дома, то есть, попробуете? Да, дома попробую. Поэтому, ну там вообще все чудесно. Там и картофель отварной с квашеной капустой. Вообще задумка интересная очень. Ну и люди радуются, и детей много. Это очень вообще так воодушевляет. Все радуются, все кушают, все пробуют. Это очень интересная идея. Такой колоритный мастер-класс в районном Доме культуры проводится впервые. Здесь же можно сфотографировать баннер с подробным рецептом и историей блюда. Желающих приобщиться к культуре народов, живущих в Тазовском, почти 70 человек. Мастер-классы с дегустацией длились ровно час. Наталья Горкина, Денис Михайлов, Студия «Факт». Прогуляться по улицам районного центра и при этом не сделать ни шагу. Такое стало возможным благодаря новой познавательной экскурсии от тазовских архивистов. Первыми в многогранное путешествие из прошлого в настоящее отправились воспитанники детского сада. Наша съемочная группа тоже получила пару билетов в салон импровизированной машины времени. Те дома, которые стояли около самого берега, они просто были смыты водой и их не стало. И у нас образовалась из оставшихся вот этих улиц самых старых одна лишь улица Подгорная. Это одна из самых старых улиц современного Тазовского. Те, что были до неё, уже стали историей. Береговая, Тазовская, Водников, Советская, Северная и Кооперативная. Названия первых улиц появились лишь в 1939 году. Мы решили, что будем такое путешествие совершать, начиная вот со старинных наших улиц, самых первых улиц, которые были образованы ещё до 30-х годов. Как известно, у нас первые улицы стали появляться, они были без названия. Мы вот к этому ко всему. От этого от всего решили оттолкнуться. Путешествие из чёрно-белых, на которых деревянные, в цветные, с капитальными домами, проходит мимолетно всё благодаря документам советского времени, воспоминаниям старожилов, газетам разных периодов, которые использовали при подготовке лекций и экскурсии специалисты Тазовского архива. Первыми в очередную главу об истории северного поселения погружаются воспитанники детского сада «Солнышко». Улицы нынешних микрорайонов аэропорта Ричпорт знают не понаслышке. Кстати, до 70-х там почти не было жилых построек. На холме стояли чумы. А зачем улицам нужны названия вообще? Чтоб люди знали, где их дом. А где твой дом находится? На какой улице? Принстанская. И что там у вас интересного? Расскажи. Там очень... Там очень много песка и камня. А на какой ты улице живёшь? Принстанская. Что там есть интересного на вашей улице? Расскажи. У нас растёт большое дерево, которое посадил мой папа. Я живу на улице Нагорной. Что там у вас интересного есть красивого, классного? У нас там за домом есть площадка. И ещё у нас там... Ещё у нас там... Это... Рядом у нас ещё стоит гараж. Есть сашлычница, где мы сашлыки жарим. Если бы можно было назвать улицу, как ты только захочешь. Какое было название и почему? Котяткина. Котяткина. А почему так назвала бы? Потому что там было очень много котяток. Пока улицы Котяткиной нет, тазовские архивисты продолжают рассказывать о других. А между тем, интересных историй немало. Например, о том, что на улице Ленина до 70-х годов были свинарня и конюшня. На колхозные жители разводили коров, лошадей и песцов. Улица Геофизиков появилась в 1961 году, когда началось освоение севера нефтяниками и газовиками. А на холме неподалёку от нынешнего храма выращивали репу. В той же локации был возведён памятник воинам. Улица Кирпичная. Когда мы тоже про неё читали, то есть вот такая информация, что, оказывается, ещё до Великой Отечественной войны планировали построить здесь завод по изготовлению кирпича. И затем выяснилось, что глина, которую предполагалось для этого использовать, оказалась для этого непригодна. Завода нет, но название улицы осталось. В неспешной получасовой лекции экскурсии воспитанники детского сада узнали о происхождении 18 тазовских улиц. Специалисты районного архива останавливаться на этом не планируют. Цель – создать подобные мини-путешествия обо всех поселениях района. Екатерина Фомичёва, Максим Юпишин, студия «Факт». Таковы новости дня сегодняшнего. Я желаю вам всего самого лучшего. Ну а далее, как обычно, прогноз погоды на завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok